Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, субботний мир, всем вам друзья, благоставляю всех вас, сегодня суббота, сегодня шаббат и поздравляю всех с этим Господним днем, вот и еду в Питер, будет молитва завтра, такая межконфессиональная, межденимационная молитва, такая общихристианская молитва за Иерусалим, она проходит в первое воскресенье октября месяца, уже несколько подряд, с 2002 года, по-моему, да, начинается такая традиция уже, она и раньше была, просто как бы до юры, уже определились христиане, что это будет в начале октября, первое воскресенье октября, значит, ежегодно, в начале это были, значит, сотни верующих, потом тысячи, сотни тысяч, сейчас это уже миллионы разных христиан, разных конфессий, порядка полумиллиона церквей участвуют прямо, значит, непосредственно или там косвенно на своих служениях в этих молитвах, в этом движении, то есть зарегистрировавшись на сайте этого международного уже служения, такого движения молитвенного за Израиль, за Иерусалим, вот, или же участвуя даже без регистрации, мы первый год и так же участвовали, наша церковь участвовала просто, так вот, единодушно будем договорить вместе в молитве, да, в 2002 году как раз я пастор стал в Киеве, вот, и как раз, в общем-то, наша церковь и в октябре как раз, значит, 2002 года я и объявил у себя в церкви, что будем присоединяться к этому такому доброму деланию, к молитве за Иерусалим, за мир в Иерусалиме, так что, друзья, завтра собираюсь тоже делиться словом как раз именно на эту тему, вот, и собираюсь повести верующих в этой молитве на берегах Невы, там, где зарождалось, да, на берегах Невы и Ижоры на северо-западе, там, где зарождалось православное обновленческое движение, это, как бы, колыбель Голпина, Петроград, это колыбель 100 лет назад, уже больше, чем 100 лет назад, православное обновленчество, именно там зарождалось движение наше, хотя родилось оно не там, зарождалось, зачиналось, зарождалось там, родилось в Москве в 23-м году, поэтому будем отмечать в 23-м году уже, получается, через 5 лет, ну да, 5 лет пройдет, но будем отмечать уже меньше, будем отмечать столетие православного обновленчества, уже официально, уже открыто, слава богу. Неофициально, да, еще и в 19-м столетии обновленческие такие были уже некоторые тенденции, хотя при царском самодержавии это было невозможно, очень неправильно, значит, заявить об этом, но сразу после революции 17-го года, значит, весной 17-го года, когда пало царское самодержавие, и контроль над, такой, тотальный контроль над церковью, он исчез, церковь получила, наконец-то, и православная церковь, и другие христианские церкви получили долгожданную свободу, вот, и в этот момент как раз и уже открыто, публично было заявлено о обновленчестве, о реформации там, в Петрограде, тогда он назывался Петроград, это Александр Боярский и Веденский, Веденский тогда был Александр, был настоятелем храма Захарии и Елизаветы, по-моему, тогда, а Боярский Александр был в Колбино, в храме настоятелем, а потом стал настоятелем храма уже в этом, в самом Петрограде, в храме Исаакиевском соборе, Исаакиевском соборе, поэтому храм-собор этот Исааки Далмацкого, Исаакиевский собор, он тогда, значит, да и позже, в 20-30-е годы был символом именно вот обновленчества, именно реформации. Ну, а рождение православного обновленчества произошло в Москве, в храме Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя, тогда еще не взорванный большевиками, где проводились и первый собор поместный, после долгого перерыва, всероссийский, в 1917-18 годах, и второй, в 1923 году, собственно, это конец апреля и начало мая 1923 года. Да, вот, 95 лет назад, с половиной, и скоро, получается, уже будет 100-летний юбилей этого собора, и именно там, в 1923 году, на соборе, были и тульские в том числе, кстати, и петроградские были, и много очень было гостей со всех епархий, если не ошибаюсь, и 72 епархии участвовали тогда в этом мероприятии. Вот тогда и официально, да юре, уже родилось православное обновленческое движение. Вот так вот. Ну, а возрождение свое, новое начало, получило в Киеве уже в конце 2000-го, начало 2001-го годов. Вот, наша церковь как раз заявила о возрождении православного обновленческого движения тогда, вот, на первых же и собраниях наших. Вот так вот, друзья. И свое возрождение, православное обновленчество у нас в Киеве, оно получило именно как раз с молитвы за Израиль, за Иерусалим, с молитвы против антисемитизма. Вот, и действительно, это очень, думаю, важно и очень так знаменательно. Так что будем продолжать эту традицию. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, мирного субботнего дня, шаббат шалом, благоставляю всех вас во имя Господне, благоставляю Петроград, Петербург, благоставляю Тулу, благоставляю всю нашу истрадавшуюся планету, ну, и, конечно, в первую очередь благоставляю Иерушалаем, шалом Иерушалаем, мир Божий Иерусалим. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам. Вот, и как по скриптам еще, кто досмотрел до конца видео, значит, молитесь о семинаре и о служении в Киеве. В январе месяце планирую продолжить как раз занятия в семинарии и возобновить как раз курс этих лекций по истории христианства и издать хочу как раз вот сборник статей по истории христианства и не только по истории, вообще сборник своих статей, которые я издавал когда-то, подобный сборник в 2002, опять-таки, году, да, тогда. Вот, значит, и сейчас надо будет переиздать, но уже редактированный, уже дополненный, исправленный. Все, с Богом.